Всем доброе утро! Сегодня я хочу вам показать такой сербский сайт, который называется Купием Продаем. Аналог нашего Авито, с небольшими, конечно же, отличиями. Здесь у меня уже создан мой аккаунт. Первое отличие, которое бросается в глаза, это оценки. Оценки здесь могут получать и ставить не только покупатели, но и продавцы. Вот у меня оценок как продавца нет, но оценки и отзывы как покупателя есть. Это очень хорошее нововведение, которого не хватает, конечно же, на нашу Авито. Это разделы Купием Продаем. В принципе, все понятно. Мама и ребенок, автомобили, телевидение, электроника и так далее. Давайте опять же посмотрим недвижимость. Недвижимость называется у нас Некретнина. Мы зашли в раздел, связанный с недвижимостью. Здесь мы об этом видим. Значит, кучи дома. Нажимаем. Все, высвечиваются дома по всей Сербии. Если мы хотим уточнить, мы должны задать место. Место. Здесь мы выбираем город или еще что-то. Село какое-то, которое нам больше по душе. Или мы знаем его. Вот Ветерник. Вот, пожалуйста. Два дома. Но это прямо рядом с Новым Садом. Заходим внутрь. Смотрим описание. Чем хорош купим продаем по недвижимости? С вероятностью больше 90% это будут продавать собственники. Властники, а не агентства. То есть, здесь напрямую можно будет без посредников договориться, узнать правду, строговаться и всевозможные плюсы, которые вы можете получить от собственника. Но договор все равно я бы рекомендовал оформлять в агентстве недвижимости. Давайте посмотрим какую-нибудь другую категорию. Например, автомобили. Пожалуйста. Автомобили сразу по маркам разбиты и по ценовым категориям. Фиат. Фиат Пунта. Ну, пожалуйста. Все. Вот что мы видим. Куча фотографий. И опять же. Обязательно смотрите место. Потому что вам... Вот здесь пишется этот поселок, где он продается. Что вам потом придется туда ехать. Вот. Я обычно выбираю так. Все автомобили. Сразу же ставлю место. В моем случае это Новый Сад. Ага. Все. И здесь мне уже попроще. Да. Фильтруйте. Фильтровать можно. Евтинья. Это подешевле. Скупее. Подорогее. Подороже. Новые объявления и популярные объявления. Давайте подешевле посмотрим. Посмотрим, что самое дешевое продается. Ну, тут запчасти, естественно. Давайте год. От. Ну, поставим, например, с 15-го года. Что у нас тут есть вообще. Ну, вот смотрите. Рено Клива. 7000 евро. Новый Сад. 16-го года. 1730. Пробег. Пробег, скорее всего, скручен. Хотя и не факт, если машина покупалась в Сербии. Надо смотреть. И, опять же, это, скорее всего, все властники будут. Хотя, еще раз. В Сербии есть перекупы. Их очень много. Прямо авторынок, автобизнес в Сербии очень похож на авторынок и автобизнес в России. Скручивается пробег. Скрываются недостатки. Выкупаются у хозяев машины. А потом перепродаются на площадках. То есть, все-все-все идентично, как у нас. Вот здесь можно посмотреть, у скольких людей это объявление добавлено в избранное. В автомойчике она. Ну, вполне себе. И, кстати, сервера очень не любит автомат. В основном, у нас всех машин. Это механика. Давайте уйдем из этих вещей. Более прозаичные. Например, не знаю. Посмотрим стул. Опять. Выбираем место. Новый Сад. Оп. И вот у нас стулья. Пожалуйста. Это в динарах, это в евро. Да, цены в Сербии указываются. Могут указываться как в евро, так и в динарах. Но официальная платежная валюта – это динары. Но на всех объявлениях, купеем-продаеем, холо-огласе, очень часто вы можете встретить евро. Вот мы видим, что столица в отеле. Стул, кресло. В отеле это кресло. 200 евро. 10 тысяч динар. Игровое. Компьютерская столица. Самый простой привет из 90-х. Стол. Стул. Извините. 1200 динар. Ну вот, это бытовые такие вещи. Так что, кто умеет пользоваться Авито, у того никаких сложностей не возникнет с купеем-продаем. Регистрируется тоже, регистрация на нем тоже проходит без проблем. Людям можно, вот смотрите, зайдем, вот это вот, пошарить по руку, это написать сообщение, или кликнуть за брой телефона, высветить за брой телефона и позвонить или написать на Вайбер. Вот как-то так. Тут же можно сразу посмотреть, сколько у продавца положительных отзывов, сколько отрицательных. И есть раздел «Свеобласик». Ты заходишь и видишь, что продавец еще продает. Как-то так. Всем пока.